Самая популярная рубрика в программе «Автостоп» для самих авторов передачи и, надеемся, для зрителей, это, конечно, автомания. До недавних пор наши возможности ограничивались тестом одного автомобиля. С появлением новых солидных друзей в лице фирмы «Авторитет» мы расширяем границы тест-драйва. В автопробеге, благодаря им, мы уже поучаствовали. Сегодня почти чисто технический тест. Почему почти? Потому что без лирики все же не обошлось. Постоянные зрители уже видели новую А6. С 11 июня она стала доступна и магнитогорцам, благодаря официальным дилерам этой марки. Но все преимущества познаются только в сравнении. На ваш суд выносятся целых три автомобиля одного производителя – «Ауди». Три «шестерки», построенные по одному, самому высокому стандарту. Но вот одинаковые ли? Поживем – увидим. Машины марки «Ауди» широко известны в городе Магнитогорске. И мы рады, что фирма «Авторитет» предоставляет нам эти машины на тест-драйв, на реальный тест-драйв. Все растет, все меняется. Сегодня в нашей программе вы увидите три «шестерки». Демоническое число. Но три «шестерки» помножены еще на три. Здесь, на этой площадке, 900 лошадиных сил. Целый табун. Сейчас посмотрим, как он себя будет вести на дорогах. Модель среднего класса «Ауди» А6 второго поколения платформа C5 после премьеры в Женеве в 1997 году произвела настоящий фурор благодаря стильному дизайну хай-тек. И до сих пор машина смотрится актуально. Последний рестайлинг был произведен в сентябре 2001 года. Обновленные модели можно отличить по двойной решетке радиатора и одинаковым по размеру зеркалам заднего вида. Передняя подвеска четырехрычажная со стойками «Макферсон». Задняя двухтипа. Полунезависимая торсионная передний привод или полностью независимая двухрычажная полный привод. Тестируемый автомобиль А6 2001 года выпуска с трехлитровым двигателем в 218 лошадиных сил. Коробкой автомат «Типтроник» и полным приводом «Кватро» в максимальной комплектации. С динамикой разгона до сотни 8,7 секунды. Стоит ли говорить «до свидания» этому Audi предыдущего модельного ряда? Да не стоит. Как не стоит говорить «до свидания» вообще ни одному автомобилю от Audi. Если вспомним, «Сигара» оставляла только приличные впечатления. Если опять же вернуться в историю, «Сигара» — это был самый большой европейский автомобиль. В общем-то, Audi A6 повторяет все эти добрые традиции. И неважно, какого года у вас Audi была, есть или будет, вы всегда будете ее помнить только с лучшей стороны. Даже с закрытыми глазами я чувствую, что это машина «Кватро». Потому что автомобиль просто впивается в трассу, рулится и разгоняется именно как автомобиль полноприводный. То же самое можно сказать и о торможении. И еще одна маленькая деталь. Этот автомобиль предыдущего поколения. Конечно, жалко прощаться с автомобилями, которые уходят в историю. Но вот этот автомобиль, он еще долго будет радовать своих владельцев. Несмотря на пробег, несмотря на то, что уже появилась новая Audi A6, в том числе и в комплектации «Кватро». У Audi A6 есть определенные преимущества. Она несколько мягче, чем, допустим, «Форд». Более резвая, чем, допустим, «Мерседес». И не надо забывать, что мы едем на машине с приводом «Кватро». То есть машина очень уверенно и бодро разгоняется. Прекрасно рулится. Скоростная перестановка. Восьмерка на скорости. Без проблем. Единственный пока полноприводный серийный внедорожный автомобиль марки «Ауди», названный «Оллровод», собирается с апреля 2000 года. Главное отличие «Оллровод» от базового универсала A6, помимо внедорожных штрихов в дизайне, пневмоподвеска. Благодаря чему дорожный просвет изменяется от 142 до 208 миллиметров. Не сказать, чтобы меня не волновал регулируемый клиренс. Волнует. Объясню, почему. Есть загородный дом. Так вот, на этой машине, в загородный дом, я думаю, ехать будет просто суперудобно. Потому что есть участок асфальтовой дороги, есть проселок. Эта машина предназначена и для того, и для другого. Недаром она зовется «Оллровод». Именно в этой машине понимаешь, что джип может иногда и летать. Особенно, когда под капотом 270 лошадиных сил битурбо. Машина, из которой можно выжимать все и делать на ней чудеса. Пневматическая подвеска, безумная плавность хода. И, соответственно, машина читает все, что можно. Только не дает вам об этом знать. Если вам, конечно, не жалко, можно перелететь и переезд. Наш, магнитогорский переезд. Без всякого ущерба для машины. Ну вот, то чувство, которое она вселила в меня, трудно описать, но я попробую. Это, знаете ли, некоторое превосходство над всеми. В хорошем смысле этого слова. Да, эта машина действительно дает превосходство. Высоко над дорогой. Все очень хорошо видно. Великолепная управляемость. Ну и двигатель. Вот за двигатель эту машину я бы назвал тоже «Гран-Туризма». Достаточно только перевести рычаг в положение коробки переключения передач в режим «Спорт». И вот такое, возможно, на этой машине. 7 секунд до сотни. И такое же эффективное торможение. При этом вы можете вручную выбрать свою посадку. Будете ли вы летать, как птица. Или низко уноситься от потока, как реактивный самолет. И, кроме всего прочего, почему мне еще приглянулась эта машина. До того, как сесть в Audi A6, я вышел за руля действительно спортивного болида, который можно тюнингировать. Так вот, эта машина подвергается глубокому тюнингу и раскачивается до 460 лошадиных сил. Ну, при наличии ваших денег. И большого желания покорять. Именно это необходимо делать на Audi Allroad. Audi A6 нового поколения построен на новой платформе C6. Автомобиль увеличен в длину на 12 см, на 4 в ширину и на 2 в высоту. Передняя подвеска содержит элементы старой, однако полностью переработаны. Задняя абсолютно новая. С системой подруливания. Колесная база увеличена. Центр тяжести смещен. В результате пропал свойственный Audi A6 клевок при торможении. Тестируемый автомобиль 2004 года. С трехлитровым двигателем, коробкой автомат, мультитроник. Новая A6. Для нас она уже не новая. Мы уже ездили в ней. Но до сих пор я лично не привык. Не привык к новой авангардной внешности. Не привык к вот этому электронному фаршу, который позволяет делать буквально все. Непривычно, до сих пор непривычно работа коробки. Абсолютно безупречно. Как так? Сделать автомат таким мягким. Это венец творения Audi. Все, что можно было собрать за многолетнюю историю, воплощено в этом безумно интересном и увлекательном автомобиле. Это очень стильная машина. Да, она может быть необыкновенной. Она может быть чуть тяжелее, чем полноприводные варианты, которые мы уже тестировали. Этот автомобиль, который для меня с первой минуты моего знакомства внушил доверие. И сейчас я второй раз посмотрел и убедился, да, это действительно автомобиль, пожалуй, для одного водителя. Несмотря на то, что он пятиместный. Если, допустим, оставить выбор на второй машине в семье, то к шестерке я бы взял, допустим, полровод. А также, может быть, тот, кто имеет полровод, задумается о шестерке. Поистине выбор королей. Это не очень нескромно. И вот он, долгожданный скоростной спецучасток. Аэропортовская трасса. Три машины перед линией старта. Стритрейс ценой всего-то в 150 тысяч долларов. Ваши ставки, господа. Allroad. Самая тяжелая и самая быстрая в тесте. И, пожалуй, самая приспособленная для наших российских условий. Потому что еще и самая проходимая. Стиль, драйв, мощь, салон просто космос. Здесь А6 нового поколения вне конкуренции. Все три автомобиля абсолютно разные. Однако их объединяет то, что их все можно купить за авторитет. А еще тест-драйв ваш индивидуальный. Трейд-ин, причем вы можете сделать это реально за один день. Кредит до трех лет. И два года дилерской гарантии, включающей в себя абсолютно все. В том числе и подвеску. Это тоже за авторитет. Так что быть клиентом и другом этой фирмы стало модно, престижно. И, конечно же, выгодно.